Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на канале, а если честно, с вами Айдар Камаледдинов. Наш выпуск о сберклассах наделал много шума в интернет-пространстве, и теперь нам пишут родители из разных регионов и рассказывают, что на самом деле оказывается ситуация с сберклассами, с цифровизацией образования намного хуже, чем мы себе даже представляли. Сегодня мы хотели бы поговорить с двумя мамочками, чьи дети уже столкнулись со сберклассами. Это Ольга Лемехова из Белгородской области и Наталья Гордеева из Нефтьюганск. Они расскажут, что из себя представляют сберклассы, на чем основаны задания и как вообще планируется эта система развиваться. Давайте посмотрим, послушаем. Ольга, Наталья, здравствуйте. Приятно познакомиться. Спасибо большое, что обратились в АЕСЛИ ЧЕСТНО. И вам тоже спасибо, что нас услышали. Тема сберкласса действительно, она очень актуальна. Нам продолжают писать родители из разных регионов. И вот, Ольга, хотелось бы от вас услышать, вот вы из Белгородской области, как у вас выстроена система сберклассов, с чем вам уже пришлось столкнуться и каково ваше мнение по поводу всей этой системы. Как она работает и какие вообще, так скажем, какие результаты она выдает и каково ваше мнение по поводу всего происходящего? Ну, у нас это все началось еще в сентябре месяца. И я не буду очень подробно рассказывать, как именно вводилось все, потому что, в принципе, я смотрела ваше видео. Все аналогично с Пензой, все аналогично, в принципе, во всей России, где это вводится. Все вводится не с согласия родителей, но если у кого-то там проводилось хотя бы собрание, у нас не было такой возможности даже поприсутствовать на собрании. Нам просто прислали такое сообщение по Вайберу, что, дорогие родители, вот теперь у нас сберкласс. И точно так же при попытках что-то выяснить, узнать у руководства школы, либо у классного руководителя вообще, что это такое, с чем это едят, нам не было никаких нормальных ответов. В процессе борьбы, так как на тот момент до Нового года не действовало постановление правительства о апробации цифровой образовательной среды, оно не было подписано на тот момент, нам удалось достичь того, чтобы отодвинуть это все все общими усилиями, привлечением общественности, так как на региональном уровне, на областном уровне это все было нерешаемо. Почему-то наши учителя, наше управление образования, департамент образования не считают, что в таких случаях родители должны стучаться и падать в ноги, должны выбивать эту информацию, которой у них не было. Но привлечь общественность у нас получилось и получилось добиться того, что эксперимент был отложен на половину учебного года, до Нового года. Хотя тогда уже, когда это 8 сентября хотели у нас везти, буквально на следующий день должны были приезжать настройщики из Москвы, должны были устанавливать оборудование, что самое большее насторожило, что нашим детям должны были бесплатно выдаться какие-то планшеты от Сбербанка. В классе повесили большой телевизор и нам сказали, что это теперь ваше постоянное оборудование для обучения, вы будете его использовать и дома, и в школе. В школе по 15 минут каждого урока, а дома не переживайте, да может мы как-то это будем вместе учить с вами, мы еще сами ничего не знаем. Вот мы это как бы отодвинули и с начала вот этого учебного года, в этом году, у нас уже, например, пришло такое письмо, мы с родителями добились того, что пришло письмо из управления образованием, где мы узнали, что в эксперименте у нас участвует из всей Белгородской области уже 82 общеобразовательных учреждения, что уже немало. Учатся более 600 педагогов, то есть то, что нам поначалу пытались нас как бы обманывать учителя или директорашку о том, что это будет носить там какой-то локальный характер, там иногда, может быть, мы когда-нибудь это запустим, может мы выполним там пару заданий за весь учебный год, мы уже тогда поняли, что этого не будет, раз это вводится настолько резко, настолько обширно, и я хочу упомянуть то, что наш регион по постановлению о попропации цифровой образовательной среды, он вообще там не указан, его нет. То есть помимо тех 14 регионов еще как бы входит наша Белгородская область, а возможно и гораздо больше областей, просто никто об этом не знает. Вот, и потом у нас 7 школ, городок у нас маленький, это город Алексеевка, Белгородская область, вот из наших 7 школ только 2 не участвуют в эксперименте. В других школах уже запустили, как бы выдали логины, пароли. Поначалу они хотели, конечно, всем выдавать вот эти приставочки от Сбера, хотелось бы о них потом немножко попробнее рассказать, которые подключаются к телевизору. А потом они отказались от этой идеи, сказали, вообще это чуть ли там не эксперимент, уже от этого отказывались, когда это поднялась шумиха, и люди задумались о том вообще, на что они согласились. И никто не хотел участвовать в таком прекрасном эксперименте. Они просто представили это как обычную платформу, как вот, например, учи.ру, или я-класс, вот эти все. И предложили нам, ну, как бы другим родителям, да, потому что я ничего не подписывала, я изначально от всего отказалась. Вот, они предложили другим родителям просто ее использовать как дополнительную вот такую вот платформу для образования. А вдруг вот у нас будет опять дистанционка, не дай бог. А вдруг вот что-то случится с вашим ребенком, будет дома болеть. А вы вот представьте, как вы замечательно зайдете, будете там учиться, у вас будет весь образовательный материал. Вот такими вот обманными уговорами уговорили многих родителей. Кто-то, может быть, конечно, видит в этом благо и сам согласился. И раздали такие логины, пароли для входа в Сбербанк. И уже тогда поднялась повторная волна тех людей, которые просто зашли туда и посмотрели, что там есть уже по факту. Не просто там основываясь на каких-то своих внутренних опасениях или еще чем, каком-то там мнении. А уже по факту, зайдя на платформу, убедившись, что нашим детям это не нужно. Но что стоит сказать, что, например, когда ты заходишь на платформу, ты сразу наглядно видишь, что это с нами, в принципе, надолго. И это не будет носить какой-то там периодический характер. Это будет постоянно использоваться в образовании. Там все предметы. Абсолютно все предметы, например, пятого класса. У меня дочка в пятом классе. Там все предметы. Включая физкультуру, основы религиозных культур. То есть это как бы будет вводиться массово. Плюс что там еще как бы интересного, если так в общих чертах. То, что все задания никак не связаны с основной программой учебника. То есть ты получаешь такую еще одну школу помимо школы. То есть ты будешь делать задания по учебникам свои какие-то там учить. И плюс ты дополнительно будешь точно так же учиться. Дети, которые попробовали делать эти задания без родителей, наделали там ошибок. Сразу загорается весь тест красным. И ребенку выдается то, что пройти его больше нельзя. И дается только две попытки. Предупредили, что это влияет на итоговую успеваемость. Каким образом это влияет? Добиться от образовательных организаций ни от одного родителя не удалось. То есть сказали повлияет, а как повлияет, это мы уже узнаем в конце учебного года. Естественно, ребенку, обычному ребенку, может, конечно, есть гении какие-то, есть действительно усидчивые дети, которые способны помимо основной программы еще усваивать дополнительную. Вот обычный ребенок, он будет просить помощи родителей. То есть ты должен помимо того, чтобы получить ребенком уроки, ты должен будешь еще просто следить, что он делает на платформе, какие там задания, помогать ему. Что еще интересного, это то, что вот если я там прочитала, там пять предметов посмотрела, это уже не демо-версия, это именно учебная версия, которую проходят дети, там только в одной физкультуре я нашла образовательный материал. То есть в основном это тесты, задания, которые ребенок должен сделать. А саму ту образовательную часть, которую нам так обещали и впаривали, что это будет как видео или какие-то обучающие там сведения, материалы, их там нет. Там есть ссылки на YouTube, ссылки на Яндекс.Зен, какие-то сторонние сайты, где ты можешь уже перейдя по ссылке или посмотреть какое-то видео или прочитать какую-то статью. Опять-таки информация никак, никоим образом от ребенка не защищена. Многие родители вот с одного села ко мне обратились, которые перешли по ссылке, посмотрев видео по географии, они посмотрели его на YouTube. Это не голословно, родители делали все скриншоты, чтобы точно так же привлечь общественность, чтобы от этого отказаться. И когда они досмотрели обучающее видео о том, как там составить по Яндекс.Картам какую-то свою карту местности, ребенку как бы невзначай предлагается посмотреть видео такого содержания, как, например, 10 способов отшить училку или 10 причин не жить с родителями или там 13 самых знаменитых геев YouTube. То есть информация не защищена от ребенка. То есть как бы в таком подростковом возрасте, там 5, 6, 7 класс, ребенок, увидев такую провокационную информацию, захочет ее посмотреть. Перейдет по этой ссылке и получит к ней доступ. Ольга, у меня такой вопрос. Сами задания в сберклассах, они из чего состоят? В чем вот эта самая основная начинка? Я вот мельком посмотрел, мне кто-то тоже прислал скриншоты из подписчиков о том, что якобы раньше мы изучали Пушкина, Толстого и Лермонтова, сейчас мы изучаем биографию Рокфеллера, Билла Гейтса и Марка Цукерберга. Так ли это? И что еще там вообще? Какие еще задания даются, которые действительно будоражат сознание? Ну, конечно, это еще там как бы, так как это только начинается, заданий там еще пока что очень мало. Но мне, например, попадалось такое задание, в котором нужно было точно так же по географии. Ты там смотришь видео. Видео – это кусочек передачи, телепередачи «Галилео». Там, где рассказывается о том, как вообще, в принципе, что такое карта, что такое глобус, и как из глобуса получается карта. И дается ссылка на программу, которая делает из любой карты. В принципе, так ее моделируют, что ты можешь, вырезав ее, сделать, склеить глобус. И учащимся предлагается сделать такой глобус Москвы. С одной стороны, возможно, да, там в какой-то степени это, ну как, задание может быть и интересное, да, особенно если у ребенка там есть свободное время. С другой стороны, что будет в голове у ребенка с неокрепшими знаниями, который еще, в принципе, только начинает знакомиться с географией в пятом классе? Москва не круглая. И любую другую карту местности, если выбрать, эта местность не круглая. Смысл глобуса в том, что это модель Земли. Ну вот такие вот абсурдные моменты там, конечно, есть. Но как бы, если даже в общем говорить, это вот Наталья подробнее расскажет о том, о чем вы говорите. Я что еще увидела? Что, во-первых, программа дана по числам. То есть, например, там с 17 сентября до 20 октября вот у тебя один модуль, и ты его обязан пройти. Если ты его не прошел, у тебя задание не пройдено. Если ты его завалил, тест не пройден. То есть, у чащихся родителей получается такая, появляется обязанность это проходить. Ты не можешь от этого отказаться. Далее в модулях сами задания подразделяются на уровни. Уровни какого плана? Первый уровень носит название 2, второй уровень. То есть, я так подразумеваю, что это оценка знаний. То есть, если ты выполнил уровень 2, это значит, сделано 2. Он называется начальный уровень. То есть, самое простейшее задание. Третий уровень – целевой уровень. То есть, основные там задания, они идут на третьем уровне. И четвертый уровень, пятого там в принципе нет. То есть, пятерки, как оценки, отлично не предполагается. Четвертый уровень – это необязательные задания. Вот зная моего среднестатистического ребенка, я хочу сказать, что когда ребенок видит, что задания необязательные, он их в принципе уже не выполняет. То есть, Сберкласс предлагает нам такую среднестатистическую программу, когда у нас в основном все дети должны стать такими троечниками, знать какой-то вот целевой уровень свой и дальше не рыпаться. А те, которые будут вот сидеть с родителями, которые будут постоянно родители проверять и заставлять, вот, может, те, конечно, и получат 4. Хочется спросить у Натальи вот в продолжении темы по заданиям. Что такого в заданиях Сберклассов? Может быть, на самом деле мы преувеличиваем ее значимость? Может быть, не все так страшно? Вот вы лично столкнулись. Что вы там интересного увидели? Да, здравствуйте еще раз. Ну, мне хотелось бы начать вообще с того, как у нас все это происходило. Могу я, да, это рассказать? Да, да, конечно, конечно. То есть везде, я так понимаю, происходит одно и то же. То есть платформы, вот эти вот Сберклассы внедряются совершенно тайком от родителей. То есть как это происходило на нашем деле? Нам ребенок вечером, значит, пришел домой, значит, сказал, что там какие-то бумажки должны по Вайберу скинуть. Нам сбрасывают информацию, сказали, вот, в срочном порядке нужно собрать согласие, согласие подписать и отнести в департамент образования. Значит, мы стали с мужем смотреть, что за согласие. Довольно-таки такое, знаете, согласие, где столько данных запрашивается, вплоть до фотографий, там, до логинов, паролев, до, значит, ну, полной информации. Мы как-то вот, у нас подозрение вызвало с мужем, почему такое вот согласие требуется. Мы стали узнавать, связались, значит, со знакомой. Знакомая нам помогла выйти на юриста. Мы это согласие показали юристу. И вот юрист, юрист, прочитав это согласие, она, во-первых, там нашла кучу несостыковок, составлено задание, согласие было неправильно. И она нам разъяснила, что, оказывается, это мы переходим в какую-то новую цифровую школу. То есть даем свои согласия полностью, так скажем так, открепляемся от этой школы и переходим в новую цифровую школу, которая называется платформа «Новая школа». По-другому мы ее называем сберклассы. Мы промолчали, не стали ничего абсолютно писать, отвечать. Через некоторое время нам позвонила учитель, наш классный руководитель, спросила, почему мы не заполнили согласие. Мы ей задали вопрос, что для чего это согласие, куда такие согласие, зачем такие данные вы собираете. Она сказала, ну это же просто для департамента, департамент запрашивает. Но на тот момент у нас уже информация была, мы ей объяснили, что это сберклассы, что это экспериментальная платформа, что вы почему нам не дали информацию, стали задавать ей вопросы. Оказалось, что учитель сама не в курсе. То есть она вечером перезвонила нам, я так понимаю, она сходила к директору, перезвонила нам вечером и сказала, да, действительно, вы знаете, Наталья Васильевна, это экспериментальная платформа от Сбербанка и что наш класс теперь будет вот заниматься на этой платформе. А я спросила, почему тогда не было какого-то собрания с родителями, да, почему не дана была информация, вообще никакая, почему вы нам не сказали, что мы теперь два экспериментальных класса от нашей школы и что на наших детях будут какой-то эксперимент проводить, да, платформа «Новая школа», то есть информации никакой не было дано. Ну, она промолчала, сказала, это ваше дело, можете отказаться. Ну, мы отказались, после этого муж ходил к директору на разговор и как бы, ну, подняли шумы по этому поводу и директор сказала, все, мы вас, типа, со Сберкласса убираем, но только, ну, мягко говоря, вы сидите на попе смирно и никого больше не трогайте, то есть вы сами там по себе, все, вы отошли от Сберкласса. Ну, как бы мы на этом не успокоились. И правильно. И нам стало интересно, да, нам стало интересно, почему вот так тайком вот эту платформу пропихивают. И мы стали узнавать, мы стали искать людей, которые связаны с этой платформой. Через Олесю Чадину я сделала клич и попросила найти человека, который имеет доступ к заданиям по русскому языку и по литературе. Вот меня очень интересовало. Вот. Нашелся такой человек, она мне написала в личные сообщения, помогла нам выйти на эту платформу, рассказала, как нужно сделать. Мы, значит, вот с мужем вышли на эту платформу и, скажем так, вот у нас целая стопочка задания на скриншоте или оттуда, очень интересное задание. Ну, то есть, как бы, это не основная платформа, эта платформа называется Демо Сберкласс. То есть, она прямо так и называется путешествие по Сберклассу, знакомство со Сберклассом. Вот так вот она называется. Вот. Что мы дальше стали делать? Мы стали искать союзников вот в Урае, в Нижневаторовске, нашли родителей, которые уже тоже связаны с этими платформами, и мы стали вот с ними плотно общаться. Вот, допустим, в Нижневаторовске школа номер 17, мне прямо разрешили назвать школу, в Нижневаторовске школа номер 17. Там еще поинтереснее у них идет наседание этой платформы. То есть, там родители, вот у меня вся переписка, вся переписка есть родителей, там родители вообще просили у директора собрание провести, чтобы директор рассказал, как и что, почему без их ведома вот эта платформа была введена, что родители вообще разобраться не могут с этой платформой. То есть, и до сих пор, вот я связалась с родительницей из Нижневаторовска, она говорит, до сих пор к ним на контакт никто не вышел. То есть, просто детям раздали пароль или логины в школе, и они занимаются. И это, понимаете, как урок проходит? Он не то, что там по 15 минут от урока. Она говорит, у них Сберкласс может занимать все 40 минут на уроке. То есть, ребенок сидит, и все 40 минут по электронной, вот такой по большой доске она говорит, учитель у них выводит. Ребенок сидит и все 40 минут занимается. То есть, она говорит, там забиты все абсолютно предметы, потому что у нее дочка тоже в пятом классе, она занимается по этой платформе. Забиты все абсолютно предметы. И это говорит, может и 20 минут от урока занимать, и 15 минут, а может и 40 минут вообще урок. И помимо этого, она говорит, им задают еще и на дом домашние задания по Сберклассу. То есть, вот таким вот образом. И вот здесь вот я хочу зачитать, вот здесь вот родители говорят, может вообще перейти на домашнее обучение, а школы закрыть. Все равно сами прочитайте, сами изучите, сами сделайте. Я тоже за собрание. Месяц дети учатся, а сынки не знают. Давайте просить у директора собрания на этой неделе. А для чего вообще детям нужен Сберкласс? Я этого не понимаю. Они не могут дистанционно работать, а тут еще и Сберкласс. Или Сберкласс или тетради, что-то очно. Давайте всем классам откажемся от Сберкласса. Вы там задание видели? Мы с мужем сегодня еле разобрались, что да как. Пускай забирают свои Сберклассы, и мы будем учиться обычно. То есть, вот такое вот в классе общение было между родителями, и к ним никто на контакт не пошел. То есть, на сегодняшний момент директор так и не устроил им собрание, так и ничего абсолютно не было решено. И у нас тоже все это вот, все это вот так вот закрыли, все это втихую, никто ничего не знает. А все-таки в чем особенность заданий в этих Сберклассах? Вот смотрите, вот я, допустим, зачитаю вам пару заданий. Вот, допустим, общество знания, да? Ну, как вот, как вы думаете, человек это создание Божие, да? Я так понимаю, да? Высшее существо, правильно, которое создал Бог. Ну, это вот я так думаю, да? И, допустим, вот смотрите, задают задание. Прежде чем сделать задание, нам предлагают посмотреть сериал из американского сериала «Комиссар Рекс», где детектив Фабри и его пес по кличке Рекс расследуют какие-то преступления. Рекс очень умный пес, помогающий своему хозяину в расследовании дел. И Рекс, и Фабри, как все собаки и все люди, биологически являются животными. То есть человек здесь опущен до состояния животного. Вы понимаете, ребенку что закладывают в голову? То есть человек не тот, кто умеет создавать, умеет творить, умеет там какие-то исследования делать, а человек это биологическое животное. В их биологии, однако, есть как фундаментальные сходства, так и серьезные различия. Укажите не менее трех различий между человеком и животным и не менее трех сходств между человеком и животным. Это, конечно, это, видимо, то, как раз говорил Греф, что умным человеком манипулировать сложно. Зачем нам нужны умные люди? Они должны быть на уровне развития с животными. Видимо, так. или вот смотрите, тоже еще одно задание по обществознанию. Нам предлагают на примере какой-то личности определить, какой фактор влиял на развитие этой личности. Смотрите, какие личности нам предлагают. Наполеон Бонапарт был младшим офицером в артиллерии, однако после Великой Французской революции стал генералом и командующим армией, а позднее императором. Нам предлагают вот личность Наполеона Бонапарта или нам предлагают, допустим, личность один из основателей Google. Сергей Брин рассказывал, как на него повлияла книга Нобелевского лауреата. Брин осознал, насколько важно быть открытым всему новому, мыслить нетривиально. Кто такой Сергей Брин? Кто на их личностях ребенка воспитывать? Наполеон, который принес в нашу страну столько горя во время 812 года, и он у нас теперь личностью является. Здесь даже хотя бы Сталина бы указали, при котором мы выиграли Великую Отечественную войну. То есть ни одного советского известного персонажа нет? Действительно, то есть вся наша история многовековая, она просто стерта? Она стерта, абсолютно. Здесь ее нет, истории нет. То есть ребенок, пройдя курс вот этого сберкласса, он будет знать, что такое Хэллоуин, и что такое там, я не знаю. Вот вы знаете, у меня даже до речи пропадает от того, что они нам предлагают нашим детям на каких материалах познавать задания. Если допустим, что-то они из русских авторов предлагают, так это вы знаете, кого они предлагают, например, очень много основано заданий на произведениях Даниила Хармса. Даниил Хармс, вот если поднять его биографию, у него очень интересная биография, он в 41-м году сымитировал сумасшествие, сымитировал сумасшествие за то, что хотел стрелять в своих советских солдат, то есть он хотел сдаться фашистам, это было в блокадном Ленинграде, хотел сдаться фашистам, хотел расстреливать своих же солдат, собратьев, и когда на него завели дело, он сымитировал сумасшествие, и в 42-м году, если я не ошибаюсь, в блокадном Ленинграде, он умер в психиатрической больнице. На его творчестве, на творчестве Даниила Хармса, нам предлагают детям задания, вы понимаете, что это творится? Да, это действительно, это то, что вы рассказываете, это действительно очень страшные вещи, потому что, так скажем, у нас, неужели у нас нету известных писателей, которых читает весь мир, у нас что, нету каких-то известных людей, гениальных людей, ученых, профессоров, людей, которые кучу всего открыли, у нас что, этого всего нет? Мы должны учиться на каких-то психах, на каких-то YouTube-основателей и так далее, то есть, а как же наше все, как же российское? Да, это действительно... И вот вы знаете, вот еще Оля, вот она говорила, правильно она говорит, то есть там образовательного контента вообще нет, то есть ты заходишь туда, ну мы как в школе привыкли, мы по книжке прочитали, пришли домой, сделали задание, правильно? Вот мы получили знания, потом сделали задание, заходишь в Сберкласс, ты там ничего не прочтешь, там нет образовательного материала, то есть ты туда заходишь, и там действительно просто тесты, которые тебя отупивают просто голову ребенка, и действительно указаны вот эти ссылки, то есть ты можешь допустим пройти тест и на любую ссылку в YouTube нажать, и тебя в любую ссылку, в любое место она может перебросить, и никто это не контролирует. Наталья, а как вам удалось от этого отказаться, что делали, как организовывались родители, потому что вот допустим мы общались с Пензой, у них только один родитель был против, и конечно мнение большинства все-таки было, я не знаю, с подачи или директора, все-таки люди промолчали, а может быть согласились, и у них Сберклассы действуют, так скажем. Вы знаете, у нас, к сожалению, тоже так же, у нас задействовано два пятых класса в школе, и из двух пятых классов пока отказались только мы, то есть остальные родители либо не в курсе, либо я, у меня даже вот нет на это ответа. То есть, а вот вообще нагрузка по Сберклассам, она дополнительна, или это вообще какие-то уроки, они действительно, если вы говорите, что по 40 минут, это целый урок практически, 45 минут уроки идут. Вместо какого-то урока это, или это сверх того, что есть, допустим, в школе, уроки, это плюсом к тому еще Сберкласс? Да, но как мне вот объясняли, как я поняла, то есть урок вот этот 40 минут проходит не поверх тех уроков, которые должны быть, а то есть, допустим, как она объясняла, там заложены все уроки, там русский, литература, там математика, и вот, допустим, у них сегодня по расписанию математика, и они ее, допустим, 40 минут посвящают работы на Сберклассах. Допустим, в следующий раз у них там русский, они опять же там 15-20 или даже опять же 40 минут посвящают работы на Сберклассе. вот так вот у них проходит. И вот мама говорила, что задания не очень корректные, то есть я сама не выходила на платформу пятого класса, я только задания видела вот на демо-платформе, а на основной платформе я не выходила. И вот родители говорят, что задания не очень корректные, что можно вообще голову сломать от этих заданий, что там предлагают детям делать. А у меня вот вопрос к Ольге. Ольга, вот вы начали говорить про саму платформу, да, приставку вот этого Сберклассов. Расскажите, что вас в ней впечатлило, каково ваше мнение? Меня слышно, да? Да-да-да. Что меня впечатлило? Когда нас это предлагалось бесплатно, мы отказались и насколько это стало заметно после наших вот этих всех озвученных комментариев Сбербанк пошел другим путем. Как бы тут надо ставить то, что с нами на диалог очень долго не шли и только спустя полтора месяца к нам пришла директор наша, собрала собрание наконец-то. У нас отказалось семь родителей только из нашего класса. Были классы, которые мы полностью отстояли даже в нашем районе, от которых, если родители категорически все родители были против, они переходили на параллельный класс, нам уговаривали. То есть тут зависит от того, насколько удастся, насколько настроены родители. У нас были такие классы, которые полностью от них, вот у них это не ввели. Недавно, совершенно случайно, я меняла карту Сбербанка и мне предложили уже купить эту самую коробочку Oka Smartbox. Девушка очень настойчиво предлагала, я говорю, ну спасибо, а сколько же она стоит? В общем, 3000 рублей, 2999 она продается сейчас без клавиатуры. И она говорит, ну если вы вдруг решите все-таки ее приобрести, то мы их везде продаем сейчас и можете заказать где угодно, хоть на Wildberries, хоть на том же самом Алиэкспрессе. Мне стало очень интересно, что же это такое. Я зашла на Wildberries, чтобы почитать отзывы об этом, и оказывается, это такая приставка к телевизору, ну вот как обычные вот эти вот все устройства, которые позволяют не только, вот например, мы бы подписались на вот эту цифрошколу и на Сберкласс, мы бы посадили полностью всю семью на продукты Сбербанка. Там телевидение, там игры в облаке, то есть тебе не нужно приобретать, если, например, у тебя нет интернета, у тебя малообеспеченная семья, ты не можешь тебе позволить купить какой-нибудь Xbox для игр, для видеоигр, но ты можешь играть в облаке с вот этого там дополнительно, ты голую приставку за 3000 покупаешь, и потом ты можешь смотреть через нее фильмы, смотреть там около 100 каналов, при хорошем интернете там очень глубокие возможности, там голосовое управление всем этим, то есть это как бы такой способ тоже задуматься, получается, что у нас коммерческая организация влазит в образование, у нас почти все учат детей, то есть получается, что они пропихивают свой продукт практически в каждую семью и затем подсаживают на свой продукт все население, уже теперь зачем нам платить там за оборудование, других компаний, если у нас ребенок все равно здесь учится, и мы можем вот так вот таким образом это все использовать, там отзывов очень много негативных, потому что там все платно, буквально там один фильм посмотреть стоит около 400 рублей, и таким образом прекрасно можно реализовать дальше свои проекты, любые, какие бы там дальше не водились, через Сбербанк, ты все равно это включишь, потому что у тебя учится ребенок. буквально сегодня у нас вышла статья по области о том, что наш новый губернатор распорядился водить новые школы, то есть будут строиться новые школы полностью уже без доски имела, где будут учиться только на планшетах, это уже даже не только Сберкласс, это вообще полностью будет построена так школа на таком образовании, хотя нам говорили, что такого никогда в жизни не будет, нет, будет, там уже не будет учебников, там будут только планшеты, компьютеры, электронные доски, и там это все, конечно, расписано с благой точки зрения, и я отсылаю эту статью преподавателю, и он тут же задает у себя на уроке вопрос, говорит, дети, вот восьмой класс сидит, вот вы сегодня к физике не подготовлены, и, а теперь вот у вас будет такая замечательная школа, вы теперь вот заинтересуетесь, вам будет интересно в этих телефонах, планшетах обучаться физике, на что дети в восьмом классе понимают, они рассмеялись, говорят, конечно, там же не будет ничего больше интересного, кроме вашей физики, тут даже дети в восьмом классе понимают, что когда это все будет, они не будут заниматься тем, чем предполагается, то есть они будут искать для себя, они уже в этом гораздо более развиты, чем мы, они будут искать для себя то, что им интересно, удобно, и наши занятия, наши какие-то обучающие материалы, они им уже будут не нужны, дети будут заняты своими делами. Немножко вот хочу отойти от темы, тоже маленько Олю дополнить, вот она говорит, что никаких разработок не проверены задания, не психологически, как они будут воздействовать, никак они не проверены. И вот одна мама, активистка, написала письмо в Министерство просвещения по городу Москвы, и вот ей пришел, вы знаете, такой вот интересный ответ, я прямо для себя подчеркнула, она задавала вопрос о том, почему такие задания в сберклассах предоставлены, ну, видимо, вот после выхода вот этих вот примерных заданий с демо-платформы. И вот ей вопрос, ответ такой вот пришел. Минпросвещение России неуполномоченно проводить апробацию и экспертизу контента платформ, разработанных самостоятельно частной компанией, производящей цифровые и программные продукты. Вы понимаете? То есть Сбер, получается, вот этот вот, который предлагает нам Сберклассы, он сам себя, сам себе это создает, сам себя проверяет, и сам себе, пожалуйста, и психолог, и педагог, и, в общем, все функции на себя берет и дает нам детям. Кто? Банкир. Банкир, который занимается деньгами, он собирается учить наших детей. Неужели родители об этом даже задуматься хоть капельку не могут, что он нам может предоставить нашим детям? И мало того, вы понимаете, Минпросвет ей еще отвечает, что эти задания будут проверены на компетентность. То есть, они уже везде внедрены по школам, дети уже занимаются вовсю, а Минпросвет только отвечает, что эти задания будут проходить проверку комплексную. А то, что наши дети, как подопытные кролики, уже на этих платформах работают, об этом даже ни слова они не написали. Вот такой вот ответ пришел. А что, вы знаете, а что делать? Наверное, остается поднимать только общественность, поднимать родителей, рассказывать им, пытаться доносить им, потому что, я говорю, все происходит тайком. Ольга, Наталья, вы действительно настоящая матери-героиня. Спасибо вам большое за то, что вы боретесь за права ребенка своего. И, конечно же, когда мы отстаиваем свои права, мы отстаиваем не только, так скажем, одного человека, а целого города, целой страны. Потому что, когда будут понимать верхи, что есть прецедент, где люди против, и они готовы бороться за свои права, то, конечно же, они будут на это обращать внимание и вынуждены с этим считаться. Поэтому, если таких родителей будет много по всей стране, и мы не будем бояться выражать свое мнение, тогда действительно нас услышат. Спасибо большое вам за вашу гражданскую позицию, за то, что вы открыто выражаете свое мнение. Низкий поклон. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам тоже большое, что нас выслушали. Где-то на эмоциях, простите. Я думаю, что мы обязательно с вами еще встретимся, уже какие-то итоги будут. Через некоторое время вы сможете снова о нашей аудитории рассказать. А вообще, мы, конечно же, оставим ссылки на ваши социальные сети, чтобы люди, которые хотели бы узнать об этом больше, могли бы проконсультироваться, чтобы они с вами связались и в вашем лице нашли поддержку. Спасибо большое. Спасибо. 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 Дорогие друзья, вы сами все услышали. Здесь добавить нечего, кроме того, что если мы не будем бороться с цифровизацией образования, то просто скатимся в каменный век. Ведь действительно, как уже признавались те, кто основал этот сберкласс, глупыми людьми манипулируют намного легче. И судя по тому, что рассказывают Наталья и Ольга, действительно, цифровизация образования это путь к деградации населения. И если мы будем молчать и соглашаться, то, ну, извините, сами понимаете, что будет с нами и с нашими детьми. Мы, по сути, останемся без будущего. Ведь дети это наше будущее. Если мы не будем их защищать, о каком будущем можно говорить? Поэтому мы призываем максимально распространять эту информацию. Вы увидите в описании Инстаграма тех людей, которые борются с цифровизацией образования. Подписывайтесь, пишите им и советуйтесь, рассказывайте, что происходит в ваших городах. Они дадут дельные советы, потому что они уже ступили на путь борьбы за будущее наших детей и нас с вами. Поэтому не стесняйтесь, принимайте активное участие, если вы уже понимаете, что нам грозит, к чему мы движемся. Ну и, конечно, я призываю вас, дорогие друзья, подписываться на наши социальные сети, которые вы увидите в описании и сейчас на экране, особенно наш телеграм-канал, где в режиме реального времени мы публикуем все, что происходит в стране и мире. Это самая оперативная и интереснейшая информация, которую вы наверняка нигде больше не увидите. Также вы сможете по телеграму связаться с нашими администраторами и рассказать, что у вас происходит. Если у вас есть какие-то интересные новости, мы обязательно быстро на них отреагируем и опубликуем в наших социальных сетях и, может быть, даже снимем с вами интервью. пишите обязательно. Мы еще никому ни разу не отказали. Ну и, конечно же, если вы хотите поддержать наш проект, а если честно, какой-то небольшой, так скажем, копейкой, какой-то благотворительностью, то все, так скажем, реквизиты есть в описании. Мы будем вам очень-очень благодарны. С вами был Айдар Камалединов. Это А если честно, до новых встреч, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...